всем привет дорогие друзья с вами зевс и вы видите эти цены слушать обязательно посмотрите на каждый ценник это просто пушка гонга ко мне обратилась группа топ игроков которые создали новый канал доната в империи пазлов дешевле не бывает прямо сейчас сравните цены с тем что вы брали и где-то с и сравните с тем что здесь сравните что вы брали и что здесь и что надо сделать дальше ну а далее дорогие друзья все очень просто для того чтобы принять правильное решение вам достаточно послушать девса что я вам расскажу за уже месяц пока я тестировал данную площадку я увидел не только вкусные цены а еще и вежливо приветливую команду администраторов которые не только поможет вам с покупкой акций но и ответит на все вопросы связанные с игрой в итоге вы сможете комфортно и с высокой скоростью обработки заказов подобрать самые выгодные акции для вас что вы еще здесь со мной не знаете что сделать тогда все очень просто вызов проходите вниз под этим видео находите ссылку на канал в телеграме заходите на канал выбирайте акцию и либо прости администраторов помочь вам выбрать акцию либо покупаете самостоятельно я там беру все акции и успешно призываю кстати кто еще не видел последнее мое видео с призывами обязательно посмотрите уверен что вы захотите вернуться на этот канал снова и снова ребята до встречи ваш зевс а реклама замечательных альянсов на зевса альянс понти пилатес набирает активных игроков для спокойной ненавязчивой игры без фанатизма будильник и прочего сленга титаны 12 13 центр фиолетовый минималка на мифе от 1 и 2 требования к соискателям активный игрок 80 плюс и это не возраст альянсовый квест 315 миф 345 приходите вас уже там ждут губы разогласен на 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 они в Дорогие друзья, интересный комментарий к новостям. Мы рассматриваем героев с учетом развития игроков в топ-100, либо игроков, стремящих попасть в топ-100. Если у вас возникают вопросы по героям на уровне вашего развития, с учетом имеющих у вас персонажей, то вам необходимо присоединиться к официальной группе Зевса в Телеграм, нашей, так сказать, Телеграм-банда. И там наши бессмертные эксперты помогут вам принять решение по прокачке того или иного персонажа, ну или составления ваших команд. Присоединяйтесь, все вас там ждем. Дорогие друзья, у нас в январе стартовала новая башня ниндзя и новые, соответственно, перцы, а значит, очень много работы у нас в новостях. И мы с удовольствием сегодня расскажем вам про перцы, там такая охота сказать по каким-нибудь японским, они вакамару. Сегодня у нас перцы у него вакамару, и, конечно же, раскладывать по полочкам его будут с нашими бессмертными экспертами. В студии за микрофоном со мной Ник Денисиус. Денис, приветствую тебя. Всем привет. Ну что ж, поехали. Давайте я быстренько, как всегда, по традиции, вкратце расскажу, что у него есть. А есть-то у него, ребята, очень много интересного, и не зря за ним многие уже начали охоту. Значит, заряжается он, как и все ниндзя, с трех уровней. Первый уровень Х1, значит, поднимает здоровье на 390, здоровье может превышать количество максимального здоровья. Также герой получает насмешку на два хода, и плюс еще получает на 50% контратаку, от полученного урона на протяжении также двух ходов. На втором заряде у него 490% повышенного здоровья прибавляется. Появляется насмешка, которая действует три хода, и вот еще помимо этого контратака. 105% также на три хода. Ну и, конечно же, на третьем заряде тут его уж накидали, все так накидали, что называется. 540% повышенного здоровья, насмешка у него уже будет на 4 хода, и плюс еще и 133 контратаки, от полученного урона на протяжении четырех ходов. Вот такой интересный перс, плюс у него также есть пассивка, семья ниндзя, бонус за количество героев, 2 или 3, 5 или 10% шанса уклониться от простых атак и особых навыков. Либо 5-10% шанса контратаки на 60 или 90% полученного урона. Вот так вот. Что ж, давайте-ка попытаемся разложить его далее. Кто смотрел предыдущие несколько выпусков про ниндзя, конечно же, мы всем говорим, что в защиту, к сожалению, этого перса сложновато взять, но в принципе, в принципе, вот этого перса можно попробовать, наверное, взять. Но давай сначала с атаки. С атаки, само собой, в тройку он не пойдет, так как урона там у него... Нет, только с камней. Да, урона нету, поэтому в тройку нет, и в тройку нападения точно крестик. А вот в двойку саппорт вполне логично и хорошее место может занять, и думаю, что с каким-нибудь хилом он там довольно успешно постоит. А вот что касается защиты, Денис, что скажешь про защиту вообще, а? Мне вот интересно. А, ну хорошо, смотри, вроде да, заряд, да, так скажем, не это, да, но статы, тысяча броня и две тысячи здоровья практически на слове, если туда смотрим. Плюс класс монах, уворотчик, ну, то есть эта грязь там может как-то противостоять этому всему, да? И даже если, в принципе, при таких статах он будет дождется и х2, то насмешечку уже дисплей не снимешь. То есть снимешь контрул в этой насмешке, насколько я это вижу, а саму насмешку снять нельзя. Возможно, да, возможно, в обороне он еще может пригодиться. Причем, ну, и учитывая, что надо подождать заряд X1, X2, да, допустим, на X3, ну, по ситуации система, как правило, уже X2 активирует, а когда уже пахнет жареным. Вот, насколько я замечал на бегах, именно так вот заряды и работают в основном. Ну, может быть, это у меня так, но, возможно, это и... Вот, поэтому, в принципе, на ключе вполне интересный вариант. Ну, да, давайте посмотрим именно по расположению. Центр нет 100%, но, как бы, есть более интересные центры, и мы знаем. В край ставить его тоже не вижу никакого смысла, а вот попытаться поставить на плечо, например, наверное, вот на плечо-то можно как раз попробовать. В любом случае, при первом же заряде понеслась и дальше попытайтесь-то вы что-нибудь с ним придумать, что нужно сделать. Да, с хорошим дамагом куда-нибудь вполне можно затащить, и остальные расчехлят остальных нападающих. Остальные расчехлят остальных? Да, да, да. И побьют еще остальными остального. Да, насмешка неснимаемая, это надо тоже понимать. Ну, да, согласен. Круто. На Титане что скажешь? Ну, Титан, ну, что там. Если 16 звездных ведут, то, может быть, там защитить всю команду. Скорее нет, чем да, потому что атака никакая у него. Ну, и на ивенты, соответственно, добавлю, что тоже смысла нет никакого. С учетом того, что его можно попытаться попробовать поиграть в защите, наверное, попробуем поставить ему разлим. Ну, как минимум в нападении он с разлимом пригодится вам, да? Да, да, да. Потом, где вот можно Анива Камару снять, а насмешку не снимаем, это только Хамелеону, как вариант. Но, опять-таки, это сомнительный момент. Как это будет происходить, интересно. Ну, да ладно. Что ж, давай с тобой выставим оценки. Вот я, у меня уже есть оценки, я сейчас на листочке нарисую. Интересно, сойдется она с твоей. Ага. Вот так вот, да? Посмотри. Давай так, давай, смотри. Вроде как бы, да, говорится. Так. Умолчание, да, что оборона у нас как бы стойкая должна быть, да? Не важно, как ты атакуешь, как говорится, важно, как ты держишь удар. Но, я бы все-таки тройку, потому что атака для меня предпочительнее, чем защита. Потому что вполне можно найти персов, тех же атакующих, вот, ту же собаку. Ой, это как вот, вот, этот крокодил, да, как правильно называют. Вот, то есть, он не наносит урона, давление особого не делал. Испелится контратак от него, насмешка, да, действительно. Но, если есть, ну, дамаг хороший, и он будет, как бы, все это в себя впитывать, опять-таки, на три хода. Ну, на два, если на Х1, то, в принципе, наверное, троечку, я бы сказал. Пятерочку, ну, все же из-за того, если мы смотрим оборону прям вах-вах, то четыре. Вот, по-любому попал. Хорошо, по-любому попал. Как думаешь, что я поставил? Свою оценку. Листочек подвину, вот так вот видно будет, не будет видно. Нет, слушай, а не видно, по-моему, да? Видно? Слушай, не видно вообще ничего. Хромаке отражает. Я поставил пять, на самом деле. Да, ну, хорошо, объясни-ка. Слушай, ну, во-первых, мне нравится таун, то и у меня нет синего. И мне бы там он зашел в любом случае. Потому что, все-таки, даже если на Х1 он быстро наберет, да, камней, то уже можно спровоцировать там самых страшных каких-нибудь массовиков и уже как-то укрыться. Это раз. Во-вторых, все-таки в защите он тоже может попытаться поиграть. Потому что стоит его раз ультануть, уже там тоже будет много чего интересного. Поэтому, вот именно вот как ниндзя, я почему-то захотел ему поставить пять. Слушай, ну, давай, наверное, остановимся на четверке все равно. С учетом того, что ты хотел тройку поставить, три плюс пять пополам, четыре получается только. Смотри, я понял твое мнение. Ты имеешь в виду именно субъективно, что у тебя такой карты нету, как говорит, с синими проблемы. И у тебя атакующие синие достаточно неплохие, да? Нет, не то, что нету, а то, что его можно... Вот смотри, все предыдущие ниндзи у нас были только в атаку, да? Да, он и в оборону. Мы ставили четверки. Он более универсальный. Да, здесь еще и оборона прибавляется. То есть уже что-то поинтересовало. Хотя, конечно, оборона очень такая сомнительная довольно-таки, да? Ну, вот я знаю, вот об этом и говорю. А поэтому я с тобой согласился на четыре. Да, отлично. И если даже в темпе играть, да, допустим, на девятикамневой связочке, то X2 вполне зачетно, да, зачетно. Будет саппорт, снимаемый и таунт. Ну, отлично. Что ж, справа от меня итог по Oniva Camaro. Делайте скрины. Или вы говорим. Делайте скрины. Обязательно рассказывайте наше мнение. Пользуйтесь этим мнением. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Это был отзыв о Невакамару. Денис? Всем приятной игры. Всем пока. Пока-пока и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова